Время по гримичу. Время слушать и слышать собеседника. Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире программа «Гринвич. Нулевой меридиан», которая выходит сегодня в прямом эфире, экстренный выпуск в связи с событиями, которые происходят сегодня на Южном Кавказе. Мы выходим в эфир сразу же после брифинга Министерства обороны Азербайджана. Еще вчера казалось, что военные действия не кажутся неизбежными, поскольку пошли гуманитарные грузы и через Агдамский, и через Лачинский коридор. Что же вызвало сейчас военные действия? С этими вопросами я хотел бы обратиться к моим гостям сегодняшним. Это Азер Мамедов, кандидат юридических наук, политолог, польский политолог Якуб Курейба и израильский политолог Юрий Бочаров. Спасибо, уважаемые коллеги, что вы согласились принять участие в этом экстренном эфире. Напоминаю, что мы выходим в прямом эфире. Любые события возможны. Вполне возможно, нам придется прерваться на еще один брифинг Министерства обороны, если мне скажут наши режиссеры. Итак, первый вопрос к вам, господин Мамедов. Что же все-таки явилось триггером? Неужели это подрыв минувшие сутки полицейских на мине, которая была в Карабахе? Добрый вечер. Я бы сказал, что подрыв полицейских, погибших, трагически погибших азербайджанских полицейских, это была последняя капля в этой чаше терпения азербайджанских властей, азербайджанского правительства и президента Азербайджана Илька Мариева. Поскольку, понимаете, есть такое крылатое выражение «История учит тому, что ничему не учат». То есть многие, в том числе и политические деятели, оказывается, имея достаточно политический, исторический опыт, не делают, не извлекают никаких уроков. Если вернуться немножко назад в историю 30-летней давности, в 1993 году, все мы с вами знаем, что были приняты четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые обязывали армянскую сторону безоговорочно освободить оккупированные азербайджанские территории. Но, тем не менее, с подачи вот такой, значит, некой организации, Минская группа ОБСЕ, которая 30 лет занималась только тем, что заволакивала в решении этого вопроса, оттягивала, значит, имитировала бурную деятельность, на самом деле никакой деятельности не было, поскольку не было результата. В конечном итоге, то есть ООН не предпринимала никаких активных действий, чтобы привести в исполнение собственные же решения, собственные резолюции. Тогда, понимаете, это бьет первым делом по престижу самой международной организации, в данном случае ООН. В конечном итоге, азербайджанское правительство, азербайджанское государство воспользовалось правом, предоставленным статьей 51 Устава ООН, и азербайджанское государство взяло на себя обязательства и исполнило эти четыре резолюции. То есть, если я вас правильно понимаю, господин Мамедов, если я вас правильно понимаю, беспомощность в международных органах и отсутствие какой-либо явной активности со стороны международных институтов, международных законов, международных правил, принятых в мире, вынудили азербайджанское правительство... Я понимаю, эти правила есть в достаточной мере, просто механизм реализации этих правил решений, как правило, они не всегда действуют. Вот в чем вопрос. И в 2020 году, по окончании 44-дневной войны, было принято трехстороннее заявление. Подписали президенты России, Азербайджан и Армении, где Армения взяла на себя обязательства параллельно с развертыванием миротворческого контингента России в Карабахском регионе Азербайджана, Армения выводит все свои незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана. До сих пор это обязательства Армения не выполнила. До сих пор Армения финансирует эти незаконные вооруженные формирования. До сих пор Армения, по крайней мере, производила ротацию тех незаконных военнослужащих, которые принимали участие в этой террористической деятельности против азербайджанского государства. И Азербайджан неоднократно предупреждал, что Азербайджан, если это не будет исполнено, Азербайджан предпримет самые активные меры к тому, чтобы реализовать те обязательства, которые должны были реализовать армянская сторона. Спасибо большое, господин Мамедов. Там была, по-моему, несколько размытая формулировка «выведет свою армию», и поэтому из-за такого несколько неточного юридического отражения в этом документе оставалась лазейка для интерпретации. Юрий Самович, я позволю себе уточнить. Там были написаны армянские незаконные вооруженные формирования. Любые, хоть они карабахского происхождения, хоть они чисто армянского происхождения. Это уже не имело никакого смысла, поскольку те, кто закладывали такую формулировку, они как раз, на мой взгляд, предполагали, что любые незаконные формирования, которые не соответствуют нормам Конституции Азербайджана, должны быть разражены и выведены. Но они все три года, они занимались тем, что подставляли туда незаконное вооружение, мины поставляли. Вот то, что буквально совершенно недавно подорвались сотрудники МВД Азербайджана, это была как раз последняя капля в чаше терпения азербайджанской стороны. Спасибо, господин Омедов. Якуб Курейба, по-вашему, какова будет сейчас международная реакция на то, что происходит в Карабахе? С точки зрения международной реакции мы должны понимать, что существует некая формальная рамка, в соответствии с которой должны вести себя все, не только соседи Азербайджана и Армении, но в общем все государства в мире. Ведь с формальной точки зрения, даже если армянские оккупанты просто там сидели, ничего не делали, никак не нарушали уголовный кодекс, то само их нахождение на территории Азербайджана это уже преступление. Это уже нарушение международного права, потому что в международном праве, в международном порядке, если мы не хотим скатиться в гопсовскую войну всех против всех, ну есть некие базовые правила. Граница имеет абсолютное, юридически обязывающее значение. Граница, территория, территориальная целостность, интегральность государства – это понятия, которые, конечно, бывают локально, нарушаются, но международные сообщества на них стоят. То есть вот даже если бы армяне сидели и ничего не делали там, то это одна большая провокация. Это постоянное, каждодневное нарушение принципов. И если мы откажемся от этих принципов, то нигде, ни в одном мире не будет порядка, не будет мира, не будет стабильности, не будет развития. Но есть и практическая точка зрения, ведь армяне там не просто... Я попытаюсь, я попытаюсь, господин Курейба, я попытаюсь слегка уточнить. Вы имеете в виду, если бы там присутствовали армянские вооруженные силы, не армяне просто. Вы это имели в виду? Любые. Ведь вы понимаете, что война гибридная. Армянские силы – это не только вооруженные силы Армении, это также группы или отдельные боевики, или даже люди индивидуальные или группы, которые вышли из-под контроля армянских властей. То есть, по-вашему, возникала еще одна серая зона? И была опасность того, что этот конфликт станет затяжным и образуется новое Приднестровье, новая Абхазия, все что угодно. Мы знаем Каталонию, мы знаем массу серых зон, где действуют абсолютно свои законы вне зависимости от законы государства. И международное сообщество не может не обращать внимания. Вот есть формальная составляющая, а есть практическая составляющая. Вы знаете, вот я посмотрел сегодня новости и подумал, что ведь в мае этого года я же сам ехал в этой дороге через Ходжавент в Шушу. Они могли убить меня и вас, и любого из нас, понимаете? Сегодня любой из нас мог лишиться жизни из-за того, что есть место в мире, где существует полное беззаконие, где существует вот такая опасная ситуация. Это практическое измерение ситуации. В данном случае любое действие, включая антитеррористические мероприятия, улучшает ситуацию, ведет к нормализации ситуации. Любое государство в мире, которое пойдет против улучшения ситуации таким образом, ставит себя и свою политику на сторону хаоса, войны и разруха. Спасибо большое. Господин Бочаров, очень часто в мире действуют двойные правила, двойные законы, и вам, наверное, вы, находясь в Израиле, это хорошо знаете. Как вы думаете, какова будет сейчас реакция мировой общественности? Потому что мировая общественность очень часто действует не сообразно закону, а сообразно сиюминутным соображениям. Ну, мы уже привыкли, что если бы это произошло на израильской территории, в первую очередь нас осудило бы. Осудили бы, заклеймили. В принципе, сегодня это тоже произойдет, как мне кажется. Несмотря на, вот как мой коллега рассказал, о правовом статусе этих общественных и мировых организаций и о законах, которые якобы должны действовать. Но мировое общественное мнение и мировая такая политика, это стал давно инструментом в определенных руках. Когда нужно, это мировая общественность осуждает. Когда нужно, она не замечает. Когда нужно, она финансирует. Вы понимаете, мы в Израиле давно привыкли к одному понятию. Мы сами решаем свои проблемы, несмотря ни на что. А после того, как мы решили свою проблему, мировое общественное мнение немножко пошумит, а потом забудет и примет это как факт. И в самый главный момент, которому научила нас жизнь. С террористами нельзя разговаривать. Террор уничтожает только террором. И никаких других вариантов. В тот момент, когда у вас под боком заводятся террористические организации, это как раковая опухоль. Ее нельзя вылечить. Ее надо вырезать. И только вырезав ее под корень, несмотря, как говорится, на осуждающее общественное мнение, вы можете решить эту проблему и начать с чистого листа новую жизнь на своей территории. Вот это вывод, в котором мы живем и рекомендовали бы жить всем тем, кто хочет на самом деле жить в мире и спокойствии на своей территории. Спасибо, господин Бочаров. Напоминаю, что вы смотрите передачу «Время по Гринвичу. Нулевой меридиан», который выходит из Лондона, выходит сегодня в прямом эфире ввиду событий на Южном Кавказе. Господин Мамедов, как вы думаете, согласовывал ли официальный Баку свои сегодняшние действия с кем-либо из внешних игроков? Пожалуйста. Убежден, что на этот счет велись переговоры, на этот счет велись обсуждения, поскольку, понимаете, вещи надо назвать своими именами. То, что сегодня происходит, это антитеррористическая операция, которая направлена на уничтожение логова бандитов и террористов. Вот это их название, это их истинное название, надо их назвать своими именами. Это логово, не контролируемое ничем, логово бандитов и террористов. Во всем цивилизованном мире ни одно цивилизованное государство не будет приветствовать и поощрять присутствие существования где-то на любой территории подобной организации. Это бандитская организация, которая занимается террором, минным террором, в том числе ежедневными обстрелами гражданского населения Азербайджана. Поскольку это продолжалось очень активно последние три года, я убежден, что азербайджанская сторона эти вопросы обсуждала неоднократно, в том числе с армянским правительством, в том числе и с другими ведущими странами мира, особенно с теми странами мира, которые были вовлечены в переговорный процесс по нормализации армян-азербайджанских отношений. Поэтому российская сторона, допустим, мы слышали с вами, что российская сторона устами Марии Захаровой заявила, что Россия была поставлена в известность о проведении заранее, до начала террористической операции, была поставлена в известность. Я убежден, что также другие заинтересованные стороны азербайджанским правительством, государством были поставлены в известность, поскольку я убежден, еще раз говорю, заинтересован в нормализации, стабилизации ситуации на территории Азербайджана целиком, поскольку это абсолютно суверенная территория Азербайджана, еще раз подчеркиваю, абсолютно независимая территория Азербайджана, которую признала даже армянская сторона, и на этой территории стабильность нужна всем игрокам, в том числе, особенно даже тем игрокам, которые имеют свой интерес на Южном Кавказе, в том числе Иран, Россия и другие державы. Поэтому я убежден, что международное сообщество и международные институты будут приветствовать сегодняшние мероприятия Азербайджана, которые направлены на стабилизацию ситуации в регионе, как сказал помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики, заведующий отделом по внешней политике Азербайджана, Хитмер Гаджиев, сказал, что тут в принципе задача очень ясная. Должно быть разоружение и самороспуск незаконного режима в Карабахском регионе Азербайджана. Вот и все. Разоружение и уничтожение... Давайте назовем вещи своими именами. Кого конкретно вы обвиняете поименно в нынешней ситуации? Возлагаете ли вы ответственность на Никола Пашиняна лично? Я думаю, что первым делом я бы возложил ответственность именно на Никола Пашиняна, поскольку правительство Никола Пашиняна за последние три года занималось до сегодняшнего дня финансированием этих вооруженных бандитов, этого логова бандитов, этого марионеточного режима, не только финансированием, туда еще раз я говорил уже, обеспечивало ротацию этих военных бандитов на территорию Азербайджана. И всячески вот последние события, последнее шоу гуманитарного кризиса так называемого, это было с подачи, с прямой подачи правительства Пашиняна. Понимаете, правительство Пашиняна ведет себя совершенно политически двулично, постоянно занимается политическими спекуляциями. Само же себя это правительство, каждый человек ежедневно не дезавоюрует собственные заявления, поскольку они обслуживают чужие интересы. Вот в чем главный вопрос. Они, правительство Пашиняна, не обслуживают интересы армянского народа, обслуживают чьи угодно интересы. Первым делом, я думаю, что интересы таких стран, как Франция. А для Франции армянский народ это всего лишь инструмент. Армянский народ, понимаете, неинтересна, судьба армянского народа неинтересна французскому правительству, французскому государству. Французскому государству интересно обеспечить собственное присутствие на Узшем Кавказе, на территории Армении. Вот еще вопрос. Спасибо. Юрий Бочаров, как вы слышите, господин Мамедов однозначно считает, что международные институты проявят, как он говорит, объективность и правильно оценят происходящее. А это несколько расходится с тем, что вы сказали до сих пор, потому что вы не столь уверены, что международное общественное мнение не применят в данном случае политику двойных стандартов. Пожалуйста. Вполне, как говорится, поддерживаю свою высказанную ранее мысль, потому что мы живем в мир двойных стандартов. И, естественно, те события, которые происходят сегодня на Южном Кавказе, совершенно не устраивают многих сильных сего с того же Евросоюза и Штатов. А так называемое мировое общественное мнение, мировые институты чаще всего находятся под контролем именно этих структур. И, естественно, в первый момент мы услышим голоса осуждения, призывы к переговорам, к призывам к мирному решению проблем, как будто вчера Азербайджан не пытался путем переговоров и прочих вопросов решить мирным путем этот момент, как будто вчера этого не было. Но сегодня будут звучать призывы и осуждать агрессию. Но опять же я хочу сказать, приводя пример в Израиле, в тот момент, когда Азербайджан выполнит свою задачу и решит свою проблему, как это было три года назад, после освобождения практически 90% оккупированных азербайджанских территорий. Общественное мнение во время войны осуждало Азербайджан. Как он победил? Все немножко пошумели, пошумели, и вопросы исчерпнули. Сейчас никто не вспоминает о том, кого и как бомбил Азербайджан. То же самое, я думаю, произойдет и сегодня. В тот момент, когда Азербайджан решит свою проблему, зачистит свою территорию, установит на этой территории свою власть, вы понимаете, очистив ее от террористов и сиропаратистов, я хочу сказать, что подавляющая часть мирного населения, которое сегодня находится в стране, вздохнет с облегчением. Именно вздохнет с облегчением и будет приветствовать. Да, возможно, многие уедут, но те, кто останутся, будут счастливы, потому что им будет создаваться мирная жизнь. И тогда, как говорится, через неделю-две общественное мнение вообще забудет эту тему на Горный Карабах, и все, как говорится, будут осуждать другие события, другие участки фронта и другие политические катаклизмы в мире. Спасибо, спасибо, господин Бочаров. Мы сейчас передадим микрофон нашему польскому коллеге, якобы Курейба, который, очевидно, даст нам возможность выяснить. Мы услышали однозначно, что Франция, по словам господина Мамедова, выступает или выступит на стороне Армении. Кто из важных западных игроков сможет выступить сейчас на стороне Азербайджана и сказать, Азербайджан имеет полное право проводить на своей территории полицейские операции и предотвращать террористические акты. Кто, по-вашему, сможет сейчас возвысить свой голос в пользу Азербайджана? Абсолютно точно вся центральная и восточная Европа, включая Польшу, другие страны, НАТО и Евросоюза. Потому что именно эти страны за последние 200-300 лет истории сталкивались с такими явлениями, как оккупация, сепаратизм, нападение, война, жизнь в условиях неполноценного суверенитета. Именно такие страны, как Польша, страны Балтии, Украина, естественно, понимают, что такое постимперская война, в которой их соседи, в случае Азербайджана, Армения, используются постколониальными державами, вчера это Россия, сегодня это Франция, завтра это могут быть США, в геополитических играх. Для Азербайджана, для Польши, для Украины, для других стран, которые победили и побеждают империализм, колониализм, сепаратизм, это вопросы выживания, это экзистенциальные вопросы. Для постколониальных стран, это часть некой геополитической игры. Естественно, как сказал господин Мамедов, Армения сама по себе никому не нужна, и Франция в первую очередь. Вы знаете, я отучился во Франции в университете, я довольно хорошо понимаю настроение элит, и в том числе МИДовских элит этой страны. Франция нужна исключительно как инструмент для сдерживания Турции, влияния на Иран и торговли с Россией. Франция продаст Армению в любой момент, когда кто-то ей что-то за это предложит. Ну, точно так же, как это сделала Россия. Так что все страны мира, а с точки зрения НАТО и Евросоюза, это Воспочная и Центральная Европа, на стороне Азербайджана. Потому что здесь вопрос не в том, кто кого любит исторически, и кто кому больше нравится, а вопрос принципа. Если мы сегодня согласимся, то можно нарушить государственную границу Азербайджана, то завтра можно нарушить любую границу на постсоветском пространстве, в Восточной Европе и в Европе в целом. Так что здесь Азербайджан борется не только за свои государственные интересы и за принципы. И тут я бы хотел возразить Юрию Бочарову, который сетует на тот факт, что в международной политике, особенно в политике великих держав, много правового и морального нигилизма. Вот то, что сделал Азербайджан 3 года назад, и то, что сделает Азербайджан сегодня, как раз показывает, что моральная политика, что политика, которая согласна с принципами и сценностями, она возможна. Что долго терпеть... Причем, вы говорите, то, что если мы вас правильно понимаем, закон имеет смысл, только если он подкреплен силой. Если закон бессилен, то его может попрать кто угодно. Это вы имеете в виду, да? Естественно, это. И хочу констатировать, что силы на стороне добра больше, чем на стороне войны, хаоса и нищеты. Чисто геополитической точки зрения, давайте попытаемся обрисовать, что происходит сейчас. Ослабление роли России, возможное усиление НАТО, роль Турции, а дальнейшая роль Азербайджана в регионе, происходящее сейчас, как коррелируется с тем, что будет происходить дальше? Что вы думаете, господин Курейбов? Про расширение НАТО, Юрий Соломонович, я бы возразил, Армения внутри абсолютно некомпатибильна с любыми НАТОвскими и вообще спилованными стандартами, а с точки зрения локальной, региональной, континентальной и глобальной политики, она в НАТО точно не нужна. То есть, возможно, Пашинян или кто-то в Армении хочет в НАТО, но в НАТО точно никто не хочет Армении. Не то, что мнения там разделились, и они нейтральные. Вот НАТО точно не хочет иметь ничего общего с Арменией, потому что именно Армения саботировала на Южном Кавказе глобальные и континентальные проекты. Если бы не Армения, мы бы уже имели много коридоров через Южный Кавказ, Центральную Азию, в Китае, возможно, многие страны, включая Афганистан, самую проблемную страну в мире, были бы в совершенно другом положении, если бы они имели выход на другие регионы. Именно маленькая Армения саботировала огромные глобальные проекты, за которые... Коллеги, я хочу напомнить, что происходящее сейчас накануне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Мне бы хотелось сейчас перевести нас всех в Нью-Йорк, где находится редактор этой передачи Эльмира Мусазаде, и услышать от нее реакцию в стенах Организации Объединенных Наций. Эльмира Ханум, пожалуйста, эфир ваш. Если вы можете к нам подключиться, будем рады. Да, добрый вечер. Если судить по бакинскому времени, здесь в Нью-Йорке еще только день, и пока что обсуждения только начались. Нет какой-то официальной реакции ни какой из сторон, кроме Франции. Но уже известно, что главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, Джейхун Байрамов активно обсуждал что-то после его ситуации в Карабахе со своим турецким коллегой. Арарат Мирзаян обсудил ситуацию в Карабахе с помощником госсекретаря США Юрий Ким. Ну и, конечно, здесь нужно сказать, что, безусловно, главы МИД, главы внешнеполитического ведомства используют эту возможность для того, чтобы как можно шире осветить происходящую ситуацию и рассказать как можно большему числу людей про происходящее. Каждый представляет свою сторону. Но здесь нужно сказать, что Азербайджан опирается на нормы международного права, о которых в эти дни так много говорят в этих стенах, в стенах этого здания, в стенах ООН. И, конечно, эти основополагающие принципы, они не могут не остаться незамеченными. И ожидается, что Джейхун Байрамов также будет выступать на полях Генеральной Ассамблеи, 78-й Генеральной Ассамблеи ООН. И, в том числе, судя по всему, сделает ряд очень важных заявлений. На данный момент известно, что представитель Генерального секретаря организации заявил о том, что Антонио Гутерриш, это генсек, он может провести встречу с главами МИД двух сторон. Я бы хотела напомнить, что две страны Азербайджана и Армения представлены именно министрами иностранных дел. Но здесь присутствует президент Турции Раджеп Тайп Эрдоган, который неоднократно высказывался по поводу ситуации в Карабахе, который неоднократно, в том числе, принимал довольно активное участие в том, что касается нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. И буквально через несколько минут наша съемочная группа, в том числе, сможет послушать его выступления с трибуны ООН, с генеральных, глобальных дебатов, которые здесь сегодня проходят. И, конечно, ожидается, что турецкий лидер в очередной раз подчеркнет справедливую позицию Азербайджана и донесет до всего мирового сообщества важность этой ситуации. При этом, вот я в самом начале подключения говорила о том, что Франция уже высказала свою позицию. Действительно, здесь присутствует глава МИД этой республики, президентом она также не представлена. И известно, что Франция, она пытается инициировать заседание Совета безопасности ООН по происходящему в Карабахе. Однако, насколько нам стало известно, мы обратились к организаторам. На сегодня, по крайней мере, такое мероприятие не запланировано. Запланировано оно на завтра. И завтра будут обсуждать в первую очередь ситуацию в Украине. Про Карабах здесь пока что никаких обсуждений не планируется. И это в очередной раз подтверждает то, что все попытки, все усилия Франции, Армении поднять вопрос ситуации в Карабахе, политизировать его, представить свою довольно однобокую и антиазербайджанскую позицию, она не увенчала это успехом, по крайней мере, на данный момент. И я бы хотела напомнить, что не так давно, опять же, по инициативе Франции и Армении была попытка принять какую-то резолюцию, которая осуждала бы Карабах в рамках заседания Совета безопасности ООН. Ну и, как мы знаем, никакой резолюции принято не было. Более того, не было даже сделано никакой декларации, никакого заявления со стороны постоянных членов Совета безопасности. И, конечно, это показывает, что все мировое сообщество прекрасно понимает, что серых зон на территории какой-либо страны быть не должно и делает все возможное для того, чтобы все-таки придерживаться миропорядка, который был установлен после окончания Второй мировой войны. Это, действительно, главные принципы ООН. И на данный момент они все-таки продолжают чтиться здесь, в этом здании, по крайней мере. И нужно отметить, что неоднократно поднимался вопрос о расширении, в частности, Совета безопасности. Он его поднимал, в том числе, и турецкий лидер, говоря о том, что мир – это больше, чем пять стран, которые представлены в Саббезе. И вот сегодня об этом также говорил президент США Джо Байден. Конечно, это в том числе позволит более объективно, пожалуй, смотреть на ситуацию, смотреть на происходящее, и в частности учитывать, к примеру, позицию мусульманских стран, потому что мы знаем, что, к сожалению, все-таки есть довольно однобокий подход к таким вот религиозным различным вероисповеданиям. И, конечно, здесь все-таки более христианская представлена часть населения планеты, именно в Совете безопасности. И это может стать в том числе очередным битком для обсуждения в рамках Совета безопасности, в том числе для Азербайджана, безусловно, это очень важно. Ну и возвращаясь к ситуации в Карабахе, нужно сказать, что здесь также присутствует на полях Генеральной Ассамблеи присутствует Олаф Шольц, и это очень важно, потому что именно этот лидер принимал участие в рамках пятисторонней встречи, которая проходила в Молдове, там проходил саммит Европейского политического сообщества, второй такой, наравне с президентом Франции, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, принимали участие, безусловно, и лидеры Азербайджана, и Армении. И вот сегодня присутствует здесь Олафа Шольца также говорит о том, что в очередной раз он может также поучаствовать в каких-то очень важных обсуждениях, которые касаются вопросов территориальной целостности, суверенитета государства. Для Германии это также очень важный вопрос. Мы знаем, что именно Германия в рамках, к примеру, саммита в Молдове была той стороной, которая уравновешивала довольно однобокую позицию Франции, которая почему-то очень яростно поддерживает Армению и выступает с явными антиазербайджанскими заявлениями. Но вот здесь обсуждения пока еще только стартуют, день здесь еще начался, и действительно можно ожидать, что вопрос будет поднят еще не раз, учитывая довольно насыщенную программу и то, что здесь представлены 193 страны, и на данный момент действительно пульс всей планеты бьется именно здесь, в Нью-Йорке, и поэтому для Азербайджана это в очередной раз отличная возможность рассказать про нарушение прав человека, в частности, про установку мин в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Мы знаем, что ООН всячески осуждает такие незаконные действия, есть в том числе и Оттавская конференция, которая запрещает установку противопутных, противотанковых мин, и здесь вот мы видим, что, несмотря на все призывы к армянской стороне, к примеру, отдать карты минных полей, перестать устраивать диверсии, мы видим, что они все-таки нарушаются, надеемся, что в очередной раз этот вопрос будет поднят именно в этих стенах, которые, я повторюсь, все-таки придерживаются нормы, принципов международного права на данный момент и выступают за территориальную целостность каждой из сторон. Спасибо большое Эльмира Мусазаде в прямом включении из Нью-Йорка в программу «Время по Гримвичу», «Нулевой меридиан». Несколько очень интересных, важных аспектов отметила Эльмира Ханум, но, к сожалению, наша передача подходит к концу, поэтому я хотел бы сконцентрироваться, сконцентрировать наше внимание только на одном вопросе – возможное расширение рамок Совета безопасности или включение в него других представителей, членов Организации Объединенных Наций, которые представляют не только христианский, но и мусульманский мир. Пожалуйста, Якоб Курейба, что вы думаете по этому поводу? Только очень коротко. Я хочу дать возможность высказаться всем, а у нас передача подходит к концу. Пожалуйста. Нижний формат Совета безопасности отражает действительно 80-летней давности. Поэтому, если Совет безопасности не будет расширен на представителей других стран и регионов, то то, что из себя сегодня представляет ООН, то есть палеотивную медицину, заменится реанимацией трупа. Если ООН не хочет себя полностью дезавуировать и совершить коллективный суицид на глазах всего человечества, заниматься вот разговорами на фоне постоянных катастроф, войн, голода и других бед, то должно сесть, начать работать. Это возможно исключительно в новом составе, с новыми членами, на новых правилах, с новой повесткой. Вот единственный выход это либо реформа Совета безопасности, либо конец ООН. Юрий Бочаров, очень интересный вопрос именно к вам, как представителю Израиля. Как в Израиле отнесутся к расширению состава участников Совета безопасности за счет мусульманских стран? Вы понимаете, Израиль, как ни странно, давно под ковром за закрытыми дверьями дружит с арабским миром. И поэтому включение арабских ведущих стран в этот контролирующий или военный, или стратегический орган абсолютно не будет воспринято Израилем как реакция против него. Потому что мы на самом деле знаем who is who и кто на самом деле хочет мира и стабильности в своем регионе. Подавляющее большинство арабских стран выступает за мир несмотря на их риторику, но связанную с текущим положением дел в их странах. Вот и все. Понятно. Господин Мамедов, как в Азербайджане отнесутся к возможности расширения Совета безопасности? И в частности, хотел бы Азербайджан стать участником Совета безопасности одним из решающих членов этого международного, важного международного органа? Ну, конечно, Азербайджан хотел бы стать постоянным членом Совета безопасности ООН. одними из пяти или одними из десяти, или там, может быть, будет расширено. Понимаете, чтобы ответить полноценно на этот вопрос, я бы хотел сперва вернуться, сделать, совершить небольшой исторический экскурс, поскольку сама ООН была создана по итогам 2002-й мировой войны. То есть, диктовали сам формат этой организации, само предназначение этой организации с итоги Второй мировой войны, те самые жестокости, несправедливости, зверства, фашизм, одним словом. Все это послужило тем, что какой устав был принят. И в этом уставе было подчеркнуто, что в принципе своей деятельности и организация объединенных наций руководствуется принципом, в том числе, справедливости. Понимаете? А что за справедливость, в которой нет места исламскому миру? Понимаете? Поэтому то, что сегодня ООН, в том числе и Совет Безопасности ООН требует переформатирования, требует пересмотра и уставных положений некоторых этой организации, это требование времени совершенно очевидно. Если сама организация не пойдет на это, понимаете, могут быть здесь какие-то нежелательные эксцессы со стороны разных стран. Поэтому в лучшем случае, лучше будет, если сама организация возьмется за эту реформу и в эту организацию, в Совет Безопасности будут приняты представители и, значит, мусульманского и исламского мира. И в том числе и будут представители, как говорил в своем выступлении в начале этого года президент Азербайджан Ильхам Алиев, и будут представители таких очень авторитетных международных организаций, как, допустим, движение неприсоединения, которые объединяют 120 стран. Это вторая после организации объединенных наций, вторая по величине международная организация, которая не имеет своего представительства в ООН. И также другие организации, допустим, организация тюркских государств, организация сотрудничества исламских государств. То есть есть над чем работать, причем это откладывать, мне кажется, совершенно невыгодно цивилизованным странам, первым делом, поскольку откладывание острой проблемы, это будет, не приведет к саморешению проблемы. Нужно решить эту проблему. Созрело время, пришло время, когда исламский мир должен быть представлен на солидном уровне Совета безопасности ООН. Я считаю, что это поддержится во всем цивилизованном мире, получит поддержку. Большое спасибо, господин Мамедов. Что ж, коллеги, наша передача подошла к отцу. Это был экстренный выпуск передачи «Время по Гримичу нулевой меридиан». Передача выходила из Лондона. В ней принимали участие политолог Япа Курейда из Польши. Азер Мамедов это кандидат юридических наук, представитель Азербайджана. Юрий Бочаров политолог из Израиля. К нам подключилась также Эльмира Мусазаде, редактор этой передачи из Нью-Йорка. Передача подошла к концу. Будем надеяться, что военные действия на территории Карабаха закончатся как можно более скоро и будет пролито как можно меньше крови. На это надежда всего цивилизованного мира. А пока я прощаюсь с вами. Будьте здоровы. И главное, чтобы был мир на земле. Всего доброго. Всего доброго. Время по гримичу. Время слушать и слышать собеседника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова